Дореволюционные события, история советского периода, перестройки и современный Дагестан. Сегодня в Махачкале состоится открытие исторического парка «Россия. Моя история». В комплексе представлена многовековая история Дагестана и России. По замыслу организаторов парк должен стать экспозиционным пространством нового уровня. На открытие комплексы побывала и наша съемочная бригада. В чем же отличие исторического парка от обычного музея, расскажет Атика Магомедова. «Россия. Моя история». Мультимедийный комплекс, в котором представлена вся история России с древнейших времен. Более чем тысячелетняя история страны здесь представлена при помощи современных технологий. Он будет самым крупным в стране, общая площадь которого составит 13 тысяч квадратных метров. Масштабный объект издан в рекордно короткие сроки. Работы были начаты весной 2017-го. Около 200 человек работали здесь в две смены. И вот сегодня торжественное открытие. Как встречаются люди в Москве. Нас веселой толпой окружила. Отсказано простые слова. О, золотами на нас погружила. В этот радостный ветер нас славит. Представители власти, духовенства, творческие коллективы, гости и жители столицы. Открытие уникального интерактивного музея ждали все. Как подчеркнули выступающие, для Дагестана музей играет важную роль. Этот музейный комплекс позволит посетителям стать участниками тех или иных событий, даст возможность увидеть, быть, архитектуру, культуру, окунуться в мир традиций. История, как и жизнь каждого из нас, имеет свои этапы становления, состоит из успехов и великих достижений, трагедий и горьких потерь, самых разных событий и явлений. И все это вместе взятие составляет нашу славную историю. При этом, оглядяясь назад, мы не должны жить прошлым. Нам необходимо видеть перспективы развития нашей республики согласно требованиям современных реалий. Благодарю всех организаторов и строителей этого исторического парка. Желаю новой энергии и вдохновения для дальнейшего созидательного труда на благо народа России и Дагестана. Торжественную ленту разрезали лидеры трех традиционных конфессий Дагестана. Муфтий Шеха Хматафанди, епископ Грозненский Махачкалинский Варлам и представитель иудейской общины Валерий Дебияев. Почетных гостей с истории России ознакомил викарий-патриарха Московского и всея Руси, представитель Патриаршего совета по культуре, епископ Егоревский Тихон. Отдельные экспозиционные залы посвящены разным этапам становления российского государства. Так, например, начиная от Рюриковича и Романовых по настоящее время. Экспозиции здесь созданы на основе материала, представленных в российских музеях, исторических архивах и книгах-ральнилищах, многие из которых стали впервые доступны зрителям. В создании этих экспозиций принимали участие ученые России, сегодня, можно сказать, практически всех регионов. Это и Институт истории Российской академии наук, и Московский университет, и Российский государственный исторический университет, и так далее, и так далее. Множество архивов России. Вот сегодня к этой работе присоединились и наши дагестанские коллеги. Но мы хотели сделать не только такую объективную историю, это была, конечно, главная задача, но и историю, в хорошем смысле слова, увлекательную. Чтобы это не был скучный учебник, а чтобы, в первую очередь, молодое поколение смогло заинтересоваться историей. И было бы стимулировано на то, чтобы самим начать изучать. Может быть, не сейчас, но через какое-то время. Потому что каждый из нас, наверное, может быть настоящим исследователем своей истории. Создатели парка сделали все, чтобы российская история перешла из черно-белого учебника в яркое, увлекательное, вместе с тем объективное повествование. В историческом парке представлен и дагестанский зал. Он ориентирован на культуру, религию, природу, достижения в области инновационных проектов, науки и образования, здравоохранения и спорта. Почему-то воспринимают историю как ряд политических событий. А история – это и развитие культуры, развитие традиций, развитие народов. А мы это представили здесь, начиная все с культур древности. Там есть и каменный век, и бронзовый век. Люди могут посмотреть, как жили их предки, например, 6-8 тысяч лет назад. Как жили наши предки там в 19 веке, как жили в раннем и средневековье. Какие у нас были дома, как выглядели первые дома, которые археологи обнаружили на нашей территории. Здесь можно отдохнуть и многому научиться. По задумке организаторов, благодаря ожившим технологиям, школьникам, студентам, любому гражданину России и жителю Дагестана эта история станет ближе и понятней. Супер, очень интересно, понравилось. Нужно не один день, чтобы прийти, все это изучить, прочитать. Очень приятно, что в Музее России представлена и экспозиция нашего Дагестана. Все об истории, очень много информации, очень впечатлил. Очень понравилось, честно, потому что людям надо рассказывать достоверную историю, которая была в нашей стране. Потому что, к сожалению, сегодня есть такое, что история искажается в мире. И поэтому людям надо рассказывать все. И вот этот музей рассказывает, что было тогда, как все происходило, как прошла история нашей страны, нашей республики. Главное отличие исторического парка от обычного музея – то, что здесь можно будет все потрогать, каждый экспонат, каждую деталь. Напомним, исторический парк «Россия. Моя история» – это федеральный проект. Реализуется он в 18 городах страны, теперь уже и у нас в Махачкале.